друзья снова здравствуйте мы с вами в икея нижний новгород если первый раз попали на наш канал меня зовут татьяна оператор мой муж дмитрий опять без микрофона все вместе мы про икея мы занимаемся доставкой товаров икея уже 10 лет без малого и живем в городе саранского в икее мы приезжаем раз в неделю за заказами и снимаем обзоры по товару все-таки создан канал был именно с точки зрения независимых обзоров глазами покупателей и больше подходит ну хотя принципе пользуются все больше подходит для дистанционных удаленных покупателей у которых нет возможности потро пощупать полежать покусать вот это маленькая презентация нас мы с вами находимся в отделе детской и сегодня мы вам решили по вашим многочисленным просьбам рассказать про детскую серию стула она не менее интересна чем пакс или обкус потому что тоже является конструктором растет вместе с вашим ребенком изменяется трансформируется вид изменяется понятно она не бюджетная слова совсем но она очень удобная функциональная ну и принципе нет нареканий по качеству за нашу практику по стою враг не возникал ни разу процесс эксплуатации пойдем показывать что вообще из себя представляет стула это такой вот допустим да вот пример вот такого плана стеночку вы можете собрать то есть это такая прям уже большущая да потом вот дим развернись пожалуйста вот такой вот небольшой модуль можно сделать то есть маленький шкафчик рядом столик причем он же был детским пеленальным и спасибо иди сюда начнем давайте по принципу как мы снимали обзор обхуз что такое вообще система хранения для детской комнаты стула из каких элементов она состоит чтобы у вас было понимание о чем я говорю значит каркасы у нас самый высокий 192 соответственно можно нарастить более высоким ширина у всех 60 глубина есть 30 глубина есть 50 но 30 . только одна мелкая часто используют для верха вообще часто берут комбинировать с другими сериями потому что она неплохо сочетается особенно если просто белые двери дальше каркас есть каркас пеленального письменного стола каркас кровать из чердака сразу со столом а кровать чердак стула у нас есть в обзоре и кейс там был можете посмотреть вот там дальше лавочка который используется как стол и как ящик это сейчас все покажем внутреннее наполнение это две это полки ящики полки ящики два вида глубины зависимости от каркаса корзина одного размера одного размера плотиная штанга и один вид ножек дальше ящик широкий под лавочку фронтальные панели либо двери и выдвижные ящики все начнем элемент показывать окей двери по дверям конечно сейчас нет такого глобального выбора какой был раньше раньше был такой нежный розовый сейчас есть нежно-салатовый ну что есть значит белые двери фолье у нас это дсп бумажные пленки пластиковая окантовка давай показывать что здесь и как здесь по принципу комода мали хороший ровный метал ручку вы можете провернуть сами да все кстати гладко это же детская и кейс все-таки у них есть такой затык чтобы детская мебель до была вся безопасно никаких острых углов не было это вот единственная отличающаяся дверка у нее в комплекте идут ручки на эти ручки наклеиваются вот такие наклейки разного цвета а дальше дверки фритец отличаются ребят только цветом ручки только такие вы не можете не убавить не прибавить тоже здесь dvp и здесь уже не пленка здесь акриловая краска то есть здесь dvp покрашена здесь оклеена пленкой давай сравним разницу в цене за большую например дверь 60 на 64 фолья бюджет не за счет материала это подороже ну разница да где 600 где 800 рублей 400 то есть такая с разницей дальше они уже по цене не отличаются отличаются только по цвету нежно-розовая привод такой классический нежно-розовый приглушенный синий в больше в теплый цвет уходящий кирпичный красный и насыщенный такой классический зеленый дим подойди пожалуйста сюда вот ручка с обратной стороны в цвет здесь белого цвета что мешало например ну да полный до комплект еще одной панелька чтобы можно было снять поменять это ребят нет у вас выходит только белые ручки хотите не хотите это белое пятно у вас будет по-другому вы но никак не сделаете так каркасы ну давай на примере или вот эту стенку разберем тут все в принципе каркасы представлены потом каркас высотой метр девяносто два здесь вообще какая фишка у стула и дитё родилось вы ставите небольшое до в зависимости от размера например дима длюку кто-то не обижал вот такая комбинация высотой метр двадцать вот наш младшийся рост сейчас метр двадцать если она вполне может пользоваться вот таким гардеробом здесь 128 высота то есть может пользоваться уже ребенок самостоятельно сам вешать сам складывать ему не нужно никого просить дитё подросло вы можете нарастить каркас и сделать уже более высокий модуль полки здесь не прибавить не убавить перфорация кстати идет как упал ну не как у примерно как у пакса так ну вот полки здесь хочу найти на чем они здесь металлические хвостики как у беста очень интересно если тут защиты чтобы ничего не на себя не отделал да вот дим показал вот они эти хвосты ребенок полку не снимет хвосты подняли ага и вот эти вот тебе как надо подлезть нет на себя понятно они на не буду вот ты можешь вот это показать видно крепежек то есть он не просто вставляется как чопик да то здесь уже безопасно чтобы ребенок его не будет чтобы ребенок его не вытащил хотела показать вам будет ли разрушаться окантовка или нет но вы сделать этого не смогу так направляющие для корзин пластиковые с пластиковым роликом дим показать бы сам ролик и вот корзинка стандартно фишку не именно вот у этой серии в том что ее можно растить вместе с дитем и делать из этого все что вы хотите стеллаж шкаф книжный шкаф письменный стол вот как выглядит комбинация уже с дверками и с ящиками ящики у нас ничем не усилены то есть дополнительно ничего нет здесь принцип как у самых бюджетных комодов то есть прям вот как будто сканевик в руках держит ничего вообще нету самый-самый хотя в общей сложности модулечек не совсем дешевый получается да вот допустим вот частичка который у нас сейчас открытая штанга маленький каркас на метр двадцать восемь две дверки и три ящика ребят обошелся бы вам в 10000 еще один узкий и вот широкий глубокий ящик это уже классического кому у классического комода хочу показать перенальный стол который трансформируется потом в письменный стол это тоже из этой же линейки пойдем его смотреть то есть когда у нас ребенок маленький мы можем поставить его повыше его нет в виде перенальника виде перенальника его нет поэтому рассматриваем как есть вот такой вот модуль обойдется вам в 14 400 дим давай покажем что есть здесь сам корпус перенального стола он стоит 10000 ящик без фронтальной панели одна штука 900 рублей два ящика без фронтальной панели по 700 и фронтальные панели для ящиков то есть здесь 1 ящик 2 так ну если вот его рассматривать с точки зрения письменного стола так-то в принципе глубоко если ставить компьютер и за меня смущает вот эта вот часть ничего страшного ну в принципе да обклеить здесь единственное что чтобы что-то достать нужно убрать стул и вот в эти отделения их видно что все рядом было да нет просто понимаешь его позиционирует как письменный стол вот представить там не знаю 15-летнюю подростку будет таким столом сидеть ну вот и будет как взрослым это удобно и все параллельно но тут наверно больше все-таки пеленальник до который потом он же не растет не имею ввиду что этот ну это все это положение для пеленального стола это положение для письма стола вот я взрослый человек мне нормально если мы сажаем ребенка ему высоковато шкаф не получится да они по ширине не пройдут потому что пеленальный размера нет 60 на 80 80 подстилка здесь еще порядка где-то 82 83 30 ну кстати да как вариант можно полками лак дорастить тогда что-то получится на самом деле вы за все время по-моему пора столько заказывали то есть он не сказать что вот вах популярный такой но имеет место быть у кого есть уже расскажите как стоит этих 10 тысяч которые за него просит 10 тысяч он стоит пустое без учет ящичков и вот это вот место мне немного смущает что его ничем не закрыть а только мы ставим получается корзинки ящиков вообще никак системный блок все дима уже все придумал пока меня там что-то смущало дима уже все придумал кстати юлис я спокойно на нем посидела ничего не свалилась так ну вот если разбирать вот такой дата вот такого товарища стоимость 14 400 за все но здесь особо уже здесь по полке в каждом отделении здесь полка штанга одна корзина четыре ящика ну такую стенку конечно упихать можно даже парочку детей можно упихать по вещам да заглушек ребят вот под эти дырки нет поэтому если вы будете делать вот такую вот что-то типа стенки а кстати ну маленький дима иди сюда пойдем покажем переставлять как и в обкусе особо не рекомендуем вот она то есть она быстро будет все-таки тоже изнашиваться мы не такое да то есть обкусы прям вообще нежно нежно и еще смотри давай покажем вот такие вот элементы да то есть вот это вот склейка вот здесь вот как типа дефектика такого то есть вот видно кусочек чего-то попал опять докапываю прям докапываю моя задача докопаться до истины так ножки где бы ножки взять показать ножки металлические нет это к стуле набор из двух штук так с функционалом мы закончим сейчас мы вам покажем готовые модули и покажем интересную систему планет планирование прямо в магазине вот это система хранения планирование стула это есть все то же самое и на сайте но здесь интересно здесь можно поиграться и посмотреть как это все будет выглядеть можно ведь сделать из этого и мини стенку детям да и нижнюю тумбочку под телевизор в детской то есть вы можете урезать как вам хочется как ваше желание и фантазия работы здесь представляет планировщик готовые варианты что вообще можно сделать еще кстати мы не показали сейчас покажем на чем я сидела первоначально не увеличивается на лавочка выдвижная очень глубокая так про планировщик поняли вот мы по крайней мере в нижнем она стоит вот напротив детских вешалок и как раз середине детского отдела вот она самая вообще фишка стула и очень любят детские образовательные центры какие-то студии танцев то есть все что связано с детьми сюда идет подстилочка то есть на них удобно очень сидеть вполне комфортно и если вам это жестко можно наполнить дополнительно бы сшить сами и и ребят просто огромный ящик который мало того что выкатывается нигде не фиксируется его можно достать уволочь в другую комнату поиграть свалить все обратно и задвинуть еще очень часто вот эти вот лавочки по-другому их не назовешь берут детка в качестве небольшого столика потом ребенок подрастает и дополняют именно вот этой частью большим ящиком что можно было использовать под кучу детских игрушек ящик на колесиках где пойдем колесики покажем таких четыре колеса но вот здесь за счет уже того что здесь вставку с усилением и колес он вывалится не должен так ну и давайте смотреть готовый вообще вариант стула что икея предлагает вот такая вот большая уже стенка стоит 27 400 сюда замечательно вписался письменный стол микки как раз о чем дима говорил полки лак то есть просто дорастилась до в одну стилистику собрана хотя фактически совершенно два разных модуля и вот дим поближе подойдешь как смотрится 60 и 35 то есть здесь две глубины можно вот так сочетать чтобы не упираться головой да они большое вот пространство зонирование такое сделать дополнительная полка и эстетически это лучше смотрится поудобнее что ли да для применения здесь получается комплектации просто кучи всевозможных ящиков небольшой гардероб но это я просто сужу например по своим детям нам вот этого бы не хватило на одного ребенка то здесь скорее всего либо какой-то дополнительный шкаф либо вещи в основном те которые сложенном виде хранятся не подвешиваются так идем искать дальше варианты стула но вот такой модуль мы вам уже показали это как раз комбинация с ящиком то есть это игры хранение каких-то детских игрушек книжки здесь все-таки не предусмотрены книжки столько в ящиках глубина полок именно вот для каких-то контейнеров лего и прочего у нас просили снять детские интерьеры твои бонусы детские интерьеры а у нас они есть хорошо бонусу будет детский интерьер сейчас до показываем стула здесь сочетание с белыми дверями мне кажется уже поняли да показываю фактически одно и то же хотите ставьте полку нет штанга и поехали дальше по наполнению стенку стене мы вам показывали зеленого товарища тоже вот такой вот вариант можно сделать когда кучу всяких игрушек но это опять же все открыто это пылится поэтому проще наверно при необходимости закрыть дверями вот кстати мне нравится небольшой компактный то есть вот такой еще каркасик часто покупают как в виде столика детского удобно занимает немного места и потом опять же можно дополнить ящиком то есть более такое функциональная такая более функциональная вещь вот кстати такую комбинацию выбирает часто готовую клиенты это именно как мини стеночка такая детская но по ценнику выходит 15 400 вот это но если заменить на белые двери будет подешевле и 7 200 с голубым так ну что пойдем бонус показывать друзья мои чуть-чуть придется вас разочаровать так как у икеи сейчас идет концепция не детская детская и все детские интерьеры временно разобрали то есть таких вот малышовских интерьеров теперь нет чтобы там допустим трех четырех пятилетний детки да такие детские комнаты то есть сейчас комнаты вот такого плана дим как-то можешь общий такой план показать подростковый то есть это больше взрослая комната но с элементами там рабочих столов каких-то элементов текстиля декора то есть такие вот подростковые комнаты и то это такая ну более-менее до подростковая комната потому что в основном как вот дим покажи через с той стороны вот такими вот уголками ну просто детская кроватка стоит во взрослой спальне вот такие только детские уголочки то есть детских как прямо целенаправленных детских интерьеров в нижнем новгороде сейчас нету друзья мои вот так ну что а мы ждем от вас обратной связи кто пользуется линейкой стула давайте пообщаемся на эту тему как вам нравится не нравится насколько очень функционально пожалели ли нет что купили может проще было сразу пак скупить потому что те деньги которые идет за которые просят за стулу за сиденье можно сразу купить пакса вообще не заморачиваться там до женихов для невест этого шкафа хватит вот так что жду от вас обратной связи и друзья мои у нас в описании есть ссылка на наш молодой еще второй канал по нашему второму виду деятельности вы видели все наши видео с конгресса что мы летали в тамбул на обучение то есть та компания с которым мы сотрудничаем с айбериан волос кто просто к нам хорошо относится поддержите подпишитесь на второй канал нам будет приятно если интересно вообще интересно на данная сфера оставляйте комментарии пообщаемся ну и до новых встреч всех любим пока